Музыка Здесь производят предварительную сборку технологических блоков верхних частей модульных платформ или как их еще называют полупалуб для будущих морских комплексов проекта Arctic SPG-2 Сейчас идет финальный этап покраски Размет полупалубы 45 на 25 метров, высота 15 метров, это как пятиэтажное здание Одновременно покрасочные работы ведут порядка 50 человек, работают в три смены Завод, про который мы сегодня рассказываем, находится в Мурманске Это крупнейший город в мире, который располагается за северным полярным кругом Но при этом, благодаря теплому североатлантическому течению, это незамерзающий порт А это легендарный ледокол Ленин Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой За годы эксплуатации ледокол провел по льдам Арктики порядка тысячи судов При этом сам прошел порядка 650 тысяч 400 морских миль Что в три раза больше расстояния от Земли до Луны Был выведен из эксплуатации в 1989 году С 2009 существует как музей Арктик СПГ-2 это проект по добыче природного газа А также производству и хранению жиженного газа Месторождение утреннее на Гданском полуострове, на Ямале Объект интересен тем, что впервые в России Производство жиженного газа будет производиться на гравитационных платформах Удерживаемых за счет собственного веса Красно, арктик, международной газа It will be three new GBS It's very huge and big ships Looks like a ship And we have each ship different modules So every modules has at least 13 decks And every deck has two sub decks Итак, один модуль, 26 субдектов будет построена. И один дек, около 1000 метров квадрата для пенциг и 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 пенциг. И 5 тонн, и остальные субдеки, и около 30 тонн, пенциг и пенциг. Когда мы смотрим, все результаты о костинге в субдеках, то есть 85% из проблемы, потому что высоту субдеки. Итак, для этого проекта 85% использования для этого проекта важна, но это благословение. Это более половина, и это очень важно для проекта. Для меня, когда я увидел большую структуру, я думаю, это было 45 дней для приготовления. 10 дней для обслуживания, и другие три дня для тех, и другие изображения, и другие изображения. Сейчас 35 дней, и сегодня это 35 дней, и почти конкретно. Поэтому я только 5 дней для обслуживания и отправиться к НМП. На этом заводе установлено оборудование SPK Group. В частности, бункер по сбору дроби, рекуперацию дроби. Это значит, во время обработки она будет циклична. Постоянно в напорных клапанах будет дробь. Эта камера оснащена конвертным оборудованием, по которой дробь будет собираться в элеватор. Из элеватора будет всыпаться бункер. Бункер оснащен сепаратором, где происходит очистка дроби от пыли, грязи, мусора, и от больших фракций металла. То есть она будет отсеиваться, и поступает чистая дробь обратно в напорники. Во время обработки металла идет ржавчина, пыль, грязь. Это будет собирать наше оборудование в ФУ, рассчитанное на 75 тысяч кубов в час. Каждая фильтровальная установка оснащена шестью секциями, которые включают в себя каждая по шесть фильтров. Воздух пыльный, грязный будет забираться из цеха, и оператор может спокойно работать, и он будет видеть вокруг себя. Опять же, чистый воздух, когда он пройдет, будет подаваться опять в цех. Особенности этого объекта в исполнении и установке, прежде всего, это мощность двигателей, которые будут забирать воздух. Ну, и во-вторых, это, конечно, возврат дроби. Конвейер рассчитан на 45 тонн в час. Оборудование показало себя и зарекомендовало очень хорошо. То есть, есть положительные отзывы о работе. Прежде всего, это, конечно, фильтровальные установки. Потому что работает не один оператор, а доходило число операторов до 25. Они спокойно видели перед собой, воздух забирался, достаточно хорошо справлялись. Коренными жителями Мурманска являются Саамы. Это малочисленный финно-угорский народ, который поселился здесь примерно 5 тысяч лет назад. Главным спутником Саамов всегда был северный олень. Это и пропитание, и средства передвижения. И вот сейчас мы пришли сюда, чтобы покормить этих прекрасных животных. У нас есть вот тут импровизированный столик, на котором есть морковка. О-о-о, проголодался. О-о-о, держи, держи, красота. Изучаем оборудование компании SPK Group на заводе по производству модулей для полупалов проекта Arctic SPG-2. С нами Павел Авдюков, шеф-инженер, который все это здесь устанавливал. Павел, ну какие были сложности во время установки? Надо, чтобы зритель понимал, что мы находимся на втором этаже. Понадобился вылет стрелы у крана больше 20 метров, чтобы сюда это затащить. То есть это целиковая такая вещь, которая ставилась, потом обвязывалась воздуховодами. А когда вот такой большой объект, какие тут особенности при работе оборудования? Это, наверное, мощность, да, которая здесь? Ну, думаю, да, что здесь заложен двигатель с объемом воздуха больше 75 тысяч кубов. Мы специально вырабатывали алгоритм работы, чтобы они не включались три одновременно, потому что вылетала даже подстанция. И выработали алгоритм пуска, то есть один, второй, третий. Давайте, наверное, проверим наглядно, как у нас выглядят сейчас фильтры, которые находятся вот там внутри, потому что дербеструйная работа уже проводилась. Вот так выглядят легкие курящего, скажем так. Они же в любом случае чистятся, да, правильно? Да, они чистятся автоматически с сжатым воздухом, там, порядка 5-6 атмосфер. То есть он вдувает туда порционально, и он вытряхивается. То есть так пуп-пуп-пуп. Здесь присутствует два конвейера с пересыпом, то есть с одного конвейера на другой будет поступать дробь. Конвейер оборудован дозаторами, так называемые, которые выстраиваются под тип дроби, чтобы, ну, и защитить, конечно, конвейер от попадания грязи и мусора. Впоследствии предприятие приобретет высоковакуумную установку, это так называемый пылесос, который в час сможет собирать там до 20-30 тонн дроби, и будет перекидывать его непосредственно сюда. Запуск первой линии проекта Arctic SPG-2 запланирован на 2023 год. Ожидаемое годовое производство 18,3 миллионов природного сжиженного газа. Ставьте палец вверх, если понравилось это видео, подпишитесь на наш канал и в комментариях напишите, что вы думаете о проекте Arctic SPG-2. Пока! Капец! Мы ведем его ведем и ведем к спорту этого телевизора, этого YouTube-чанала. Очень хорошо. Очень хорошо. Ставьте комментарии, палец вверх, нужно, чтобы этот ролик заряжен на успех. На успех, на успех. Думба, 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 думба Продолжение следует...